Сегодня я вам расскажу про моделинг в Стамбуле, про работу во время карантина. Мы снимаем и вот это вот едет. То, как так получилось, что я уже 9 месяцев в Стамбуле. Приезжают девочки и мы заболели все коронавирусы. Приезжаю поздно и все, сразу спать. У нас вилла на семь этажей. Процентов 70 девочек, которые были со мной на контракте, расставались со своими парнями. Турчан, кто завидует нам, красавица, не очень хорошо к нам относится. Любят девочек с формами, там чтобы и грудь была. Ты работаешь с 9 утра до 5-6 вечера. Лучше взять хоть не такую красивую, но прям веселую девочку, не какую-то там красивую, но скерв. Сколько это? Всем привет! Это канал Typical Modeling. Меня зовут Алина и сегодня я вам расскажу про моделинг в Стамбуле, про работу во время карантина и про то, как я тут живу уже целый год. Поехали! Меня зовут Алина, мне 20 лет, я с Украины. В модельнике я уже 4 года. Работала помимо Турции еще в Китае, в Тайване. Больше всего правда мне нравится как страна Турция, а по работе правда Китай. Но об этом я расскажу попозже. Мы решили снять и снова пошли. Добрый вечер! Все осторожно. В Стамбул я прилетела в декабре 2019. При перелете у меня проблем никаких не было, ничего не спрашивали на границе. Визу делать не надо для моделей. Мы прилетаем для украинцев это 90 дней по безвизу, а для России это 60 дней по безвизу. Когда я приехала в Стамбул, я еще училась в универе на заочке. Забрала свои документы, закончила 3 курса и решила, что отучусь попозже. Потому что смешивать моделинги и учебу для меня немножко тяжело, хоть это и заочка. И я решила, что отучиться никогда не поздно, так что может года через 3 я все-таки закончу этот университет. Есть ли у меня какие-то хобби помимо моделинга? Занимаюсь только спортом. Иногда даже вставала, помню, в 5 утра перед работой, бегала утром. И потом день проходил отлично. А так, в принципе, больше ничем не занимаюсь. Еще собираюсь йогой заниматься, но собираюсь, собираюсь каждую неделю с понедельника, с понедельника, но ничего не получается. Бывает такое, что даже нет времени поприседать там 15 раз после работы, потому что приезжаю поздно, только ужин и все, сразу спать. Еще иногда перед сном или перед работой тоже после пробежечки медитирую, там 5-10 минут на это время не хватает. А так, в принципе, больше ничем не занимаюсь. Ну, блин, когда есть время, мы с девочками выходим погулять, там в центр города едем, шоппинг, моббинг, там все вот такое, гуляем. Не знаю, но не тусуемся. Живем с девочками в апартах, правда, не в центре, район Юб называется, у нас вилла на 7 этажей, очень большая, максимум у нас может жить 16 девочек, но на данный момент у нас девочек 10-12. Я даже не помню, потому что, блин, у некоторых бывает такое, что некоторых девочек вообще не вижу в апартах, потому что там я живу на минус первом этаже, кто-то на втором, кто-то на третьем. Также у нас есть спортзал, есть подвал, но туда вообще никто не заходил, потому что очень страшно, света нет. Две террасы, даже третья терраса у нас на крыше с видом на наш район, вот красиво очень. В комнате у меня 5 девочек, на третьем этаже есть комната, где только две девочки живут. То есть кухня большая, офис тоже у нас в апартах находится, поэтому вот каждый день к нам приезжает директор, букер, и вот мы видим там все отлично. Покетмани, нам каждую неделю выдают Покетмани, ты прилетел, допустим, в четверг, и каждый четверг тебе выдают Покетмани. В нашем агентстве это 150 лир, да. У некоторых агентств вообще 120, я не знаю, как там девочки выживают, но 150 лир мне хватает на неделю, чтобы и питаться, и на проезд тоже, если куда-то хочу поехать, и где-то тоже погулять. У нас на кастинги, на работу нас завозит водитель, у нас две машины, два водителя, то есть все есть, и это нам писается тоже в минус. Возле нашей виллы тоже есть некоторые агентства, в которых тоже так живут девочки из других агентств. Также есть парк, куда я выходила утром бегать, и маркеты, остановки, все есть, то есть от центра это ехать минут 15, наверное, на такси или на автобусе тоже очень быстро. К работе мы тоже доезжаем быстро, в таком районе, что вот все близко, там ездить не надо, там как с пробками часа два, как в Китае, например, ты едешь в одно место, то есть все прекрасно. Топ-3 моих самых любимых мест в Стамбуле. Это первое такси, куда мы, кстати, скоро поедем, там вы сможете и пошопиться, и погулять, и посидеть, покушать, и выпить пиво, вино, раки. И второе место это Балат, где мы тоже сегодня уже были, тоже разноцветные улицы, все такое античное, можно и кофе попить, в красивых заведениях посидеть, и тоже покушать, пофоткаться. Да, и третье место это Гранд Базар, кстати, мы сейчас недалеко от него находимся, там и тебя и пахлавой угостят, лукумом, и можно много всего интересного купить, и очень красиво и атмосферно, прям чувствую, что ты находишься в Турции. С первого дня меня Стамбул впечатлил очень сильно, особенно когда я приехала с аэропорта, жду водителя. Мне тут уже один турок такой, девушка, дайте номер, вас кофе угостить. Я очень сильно люблю Стамбул, я честно говорю, у меня мурашки по коже идут, это просто невероятный город, очень красивый, атмосфера вообще бомба, и я бы хотела и тут жить. Про менталитет, в принципе, тут очень хорошие люди, приятные, но правда можно найти и невоспитанных. Например, это таксисты, которых я очень сильно не люблю, тут водить не умеют, плюс еще и турчанки, которые, как говорят все, что завидуют нам красавицам и не очень хорошо к нам относятся. Жить тут прикольно, постоянные пробки, вот это все движение, ты идешь, тебя чуть машина не сбивает, откуда там она берется, я вообще не знаю. За 9 месяцев своего контракта я много всего повидала, и вот одна из таких интересных тем для всех, это тема отношений. Произошло так, что процентов 70 девочек, которые были со мной на контракте, расставали со своими парнями. Одна из причин была так, что они находили себе парня турка, другая причина это то, что парни их ревновали к туркам. Но, как по мне, если ты любишь человека, то вы не расстанетесь. И постоянно какие-то там ссоры, не знаю, там еще что-то, ревность без причин, я вот этого не понимаю. Наоборот, мне кажется, расстояние укрепляет отношения. Теперь про кастинги, про работы. На кастинге, когда ты приезжаешь, надо очень красиво одеваться, очень красиво краситься. И самое главное, когда ты приходишь, улыбаться на все свои зубы, потому что они любят девушек, модели с хорошей энергетикой. Лучше взять хоть не такую красивую, но прям веселую девочку, чтобы было весело работать, а не какую-то там красивую, но стерву. В основном тут веб-шутинги, за которые немного платят, но ты работаешь с 9 утра до 5-6 вечера. Целый день снимаешь там по 100, по 200 штук одежды. Больше всего платят за рекламы, за каталоги платят чуть больше, чем за веб-шутинги обычные, но тоже не так уж и много, как и хотелось. Правда, если ты там возьмешь какую-то очень крутую работу, можно перекрыть весь минус. Минус тут небольшой, потому что билеты в основном если ты летишь с Украины, с России или с Белоруссии, не такие уж и дорогие, как, допустим, как лететь в Азию. Но с работами с минимальным прайсом 150 очень тяжело отбить минус. Но если ты вот возьмешь хорошую работу, за которую платят там 1000 долларов, 2000 долларов, за 2-3 такие работы ты можешь отбить полностью минус, выйти в плюс и заработать еще себе деньги. На работах еще бывает такое, что дарят тебе вещи. Ты приходишь, как это вообще схема действует, ты фоткаешься, ты отработала, и в конце ты такая, ой, такой классный пиджак, можно померить, сколько стоит. И они такие, ладно, забирай подарок. И вот было такое, что в июне мне каждый день, на каждой съемке я приходила домой с одеждой. Мне то платье подарили, то шорты подарили, маски дарили, все, что хочешь дарили. И вот прикольная тема. Три лучших агентства Турции. Это Flash. На втором месте идет Art Room. Третье Ice. Тоже неплохое агентство. И вот, но у них больше не коммерция, больше такие фэшн-девочки, да, там за съемки платят очень много. Там минимальный прайс не 150 долларов, как в остальных агентствах. А теперь сейчас расскажу вам про работу. Во-первых, про типажи в Турции. Больше всего востребованные у нас коммерция. Тут любят 80% агентств, которые берут коммерцию. Любят девочек с формами, там, чтобы и грудь была, там, параметры. Чем больше, тем лучше. Я помню, я приехала, у меня бедра были 90, грудь была тоже под 90. И я работала чуть ли не каждый день. И вот девочки могут спокойно работать с параметрами 95, попа, грудь тоже, там, 90, талии 65. То есть для Турции это очень нормально. В коммерческих агентствах только так. А если более таких фэшн-агентствах, то да, там любят такие более типажи, как для Европы. Там и Strong, и Classic, и Babyface тоже. Также тут больше всех любят блондинок с голубыми глазами. Вот они тоже тут хорошо работают. Так что вот если модель поправляется после Китая, допустим, в Китай приехала худышечкой, уехала с Китая полненько, то она спокойно может ехать работать в Турцию. И теперь расскажу про то, как так получилось, что я уже 9 месяцев в Стамбуле. Изначально я приехала на контракт на 3 месяца. В итоге я очень много работала, и агентство мне предложило сделать вид на жительство на целый год. И за 2 дня до моего вылета в Украину, я должна была улететь на 2 недели, закрываю до границы из-за коронавируса. Мне сказали, окей, подаем сейчас на визу на этот вид на жительство, и будем ждать 2-3 месяца. И вот уже с марта 2-3 месяца затянулись прямо до октября даже. С февраля я каждый день говорила своей, ну еще через месяц приеду, через месяц приеду, через месяц приеду. И я вот до сих пор даже не знаю, куда я приеду. Но, в принципе, мне тут нормально, мне Стамбул очень нравится, я тут себя комфортно чувствую. И агентство классное, и работа есть, то есть все отлично. Агентство очень классное, все за тобой заботятся, вообще все круто. Даже вот если посмотреть на то, что у нас ни разу не было случая, когда на работе кого-то кто-то домогалось. У нас клиенты проверенные, все в безопасность. Весной, когда вот был пик карантина, мы сидели дома, не было ни работ, ни кастингов первые 3 недели. А потом уже все потихоньку-потихоньку и начало работать. С июнем я работала почти каждый день, моделей не было в Стамбуле, все было закрыто, все было отлично. И потом открывают границы, приезжают девочки, и мы заболели все коронавирусом. Всем агентством сидели дома, в наших апартах больших, и с директором, и с букером. И со всеми 10 человек дружно здесь сидели коронавирусом. Нам повезло, что мы переболели в легкой форме, с симптомом у нас было то, что мы потеряли, просто мы не чувствовали запах. Тут кто-то жарит ток, там кто-то у кого-то сгорела курица, все воняет, но мы этого не чувствуем. Это вот было прикольно. Я очень сильно благодарна нашему агентству за то, что они позаботились за нас, они заплатили за анализы, они заплатили за лекарства, они обеспечили нас едой на 3 недели. Они все нам покупали, все привозили. Я очень благодарна им за это все. Мы круто проводили время, мы ходили как овощи после этих таблеток, вам просто не передать. Но, блин, хотя мы убедились, что коронавирус все-таки существует. Мы вылечились и все, и начали работать, как и работали до этого. Ну, потому что, ну вот, каждый раз, когда мы снимаем, и вот это вот едет. Так, снимаем дальше, продолжаем. В Стамбуле очень много моделей, потому что почти все страны еще не открыли свои границы, и все сейчас летят в этот Стамбул. Даже те агентства материнские, которые не отправляли никогда своих моделей сюда, сейчас они все вот тут. Работы есть, но не так много, как было раньше. Конкуренция сейчас очень большая. Все равно у нас в агентстве девочки работают каждый день. У нас 10-12 человек, каждый день по 6-8 девочек работают. Сейчас тоже выйти с минусы реально, и заработать тоже реально. Но я очень сильно жду, когда уже Китай откроет свои границы, чтобы улететь зарабатывать там. А теперь самое интересное про тусовки в Турции, потому что в основном все модели тусуются в Китае, и сейчас приехали сюда, и мы тоже, это интересная тема. Вообще, за это все время я никогда не ходила на модельные тусовки, потому что, я не знаю, они как бы есть по бьюти пассу, скорее всего, но для меня это, мне кажется, небезопасно. Тусоваться в Турции, в клубах там где-то, потому что, во-первых, тебе могут что-то подсыпать, но, в принципе, как и в других странах, все равно лучше не рисковать. А, во-вторых, у нас почти во всех агентствах есть комендантский час. С воскресенья до четверга ты должен быть дома в 11 часов, как, например, в нашем агентстве. В пятницу, в субботу до 2 часов ночи. Это все проверяется не так, как в Китае. Если ты приходишь позже, тебе штраф. Ребята, не тусуйтесь в Турции, следите за собой, работайте, и все будет прекрасно. Моделинг для меня это не только работа, но и любимое хобби, путешествия, новые знакомства. И я очень благодарна своему букеру Аните, с моей материнки Fox Models, что вот благодаря ей я сейчас в Стамбуле, что я тут живу. И что она дает мне шанс такое путешествовать, работать и заниматься любимым делом. Ну что, ребят, понравилось вам это видео? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Типикал Моделинг на Ютубе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok